Ответьте честно себе, что для вас значит здоровье и что вы готовы сделать для того, чтобы быть здоровыми. Очень часто задаю этот вопрос людям, задайте его себе. Если расставить приоритеты в жизни, кому-то важнее быть богатым, кому-то важнее быть любимым, кому-то важнее что-то еще, а кому-то важно быть здоровым. Так вот, если вы, ответив себе, решили, что вам все же хочется, вы поставили здоровье в приоритет, тогда я могу рассказать, как это можно достичь. Здоровье состоит из различных элементов. Это и воздух, который мы дышим, и вода, которую мы пьем, еда, которую мы едим, чувства, которые мы испытываем. На самом деле здоровье начинается с тех чувств, которые мы испытываем. Чем больше мы радуемся, чем больше мы счастливы, тем здоровье будет крепче. Чем больше человек нервничает, тем больше он сокращает свою жизнь и накапливает в себе различные заболевания. К тому есть научные объяснения, которые я не буду рассказывать, и они в открытом доступе есть во всех источниках информации. Любой стресс сказывается на выбросе определенных гормонов и на химических реакциях, которые происходят в теле. Любой стресс выпадает болезнью в какие-либо органы или в организм в целом. Так вот, если человек уже болен, то можно подходить к вопросу о здоровье с разных сторон. Самый простой способ – это использование лекарственных растений, лекарственных трав, которые произрастают в огромном количестве. Вокруг нас, у нас под ногами, и они предназначены как раз для того, чтобы изменять наше информационное поле. Каждая трава несет в себе определенную энергетику, и они большие помощники на пути к здоровью, счастью, и я бы даже сказала к любви. Посмотрите вокруг себя, какие растения вы видите. Эти все растения готовы вам помочь. Это могут быть и травы, кустарники, деревья. Если вы не знаете какие-то определенные растения, можете использовать те, которым тянется рука. Собрать все, что можете. Заварить чай, этот чай пить. Либо можно использовать в сухом виде. Перемолов на конфимолке, например, в порошок. Порошочком использовать. Ну и масса других вариантов. Хай, ну поправка, это же не в городе, правильно собирать травы. Хорошая поправка, конечно, не в городе. Да-да-да, каждый судит по себе, да, я говорю про себя. Конечно, если человек живет в городе, в городе, естественно, ничего собирать не будешь, потому что растения, которые находятся в городе, они накапливают тяжелые металлы от выхлопных газов, от машин. Поэтому эти растения при всем желании помочь людям несут в себе яды цивилизации. Поэтому растения мы собираем 50 метров от дорог, это минимум. То есть выезжаем в загород и от 50 метров и дальше от дороги собираются растения. Ну, лучше, конечно, всего в тайге. Либо на превысадебном участке. У многих есть дачи. Ну, вот либо на дачах, либо с огородов. Ну, либо лес, тайга, поле. Это то, что касается трав. То, что касается питания. Самое лучшее питание, которое будет способствовать здоровью, это, естественно, сырые фрукты и овощи. Самый лучший вариант это то, что вы растили сами, своими руками. Эти растения, они настроены на вас, настроены. И они будут работать именно на ваше оздоровление. Если нет возможности самим что-то вырастить, тогда приходится что-то покупать. Могу сказать, что купленные фрукты и овощи это лучше, чем вареные, да? Купленные фрукты и овощи, если они сырые, да? Но лучше, если все же самостоятельно что-то выращивать. Потому что энергетика. По энергетике очень огромная разница между теми продуктами, которые вырастил кто-то для денег, и теми растениями, которые вы вырастили для себя с любовью. Поэтому домашняя капуста будет многократно полезнее. Не знаю, 100 грамм домашней капусты будет многократно полезнее, чем 2 килограмма покупных яблок. Но если нет возможности выращивать, тогда, значит, используем фрукты и овощи, которые продаются в магазинах. Чем ближе они выросли к нам, тем они несут больше пользы. Чем дальше они от нас выросли, тем в них меньше пользы и, я бы даже сказала, больше вреда. Потому что химический состав их предназначен для людей, которые живут в тех районах, где они выросли. Северные ягоды или какие-то другие растения, они всегда более насыщены по составу, чем южные. То есть они всегда более концентрированы и более полезны. Это если выбирать что-то покупное. Допустим, клюква или брусника будут намного полезнее, чем краснодарские яблоки. Это для нас, для тех, кто живет на Дальнем Востоке, для тех, кто живет в центральной полосе России. И так далее. Естественно, зарубежные апельсины, они пользу несут намного меньше. Если сравнивать вареную пищу, то лучше от нее отказаться. Любая вареная еда, она пользы не несет. Она разрушает организм при любом раскладе. Тем более, если это продукты белкового происхождения животного, они очень сильно организм разрушают, ведут к болезням. А смотри, а почему? Люди же некоторые едят в больную еду, и что живые? Ну, естественно, даже можно есть вообще только одну оленину и быть живым. Вопрос только в качестве жизни, в состоянии здоровья и в длительности, в продолжительности жизни. Есть сводные таблицы, можно их тоже найти в интернете. Ну, допустим, чукчевские мосы, у которых традиционное питание – это оленины. Они живут в среднем 30-40 лет, это продолжительность жизни у них. Люди, которые едят традиционно вареную пищу, ну, с мясом или без мяса, уже отдельно взятый разговор, если даже без мяса, если даже вегетарианцы, у них средняя продолжительность жизни 70-80 лет. Если человек сыроед, ну, хотя я лично таких не знаю, которые родились и прожили на сыроедении всю свою жизнь, но даже если человек переходит на сыроедение на каком-то этапе своей жизни, то у него, во-первых, улучшается и внешний вид, и качество жизни, и здоровье, и продолжительность жизни. Есть яркие примеры, можно тоже в интернете найти. Есть люди, которые перешли в определенном возрасте на сыроедение, и видно, что в 70 лет женщина, допустим, выглядит лет на 35. Ну, или там есть тоже мужчина, я фамилии просто не помню. Мужчина тоже в свои 70 лет выглядит на 40. То есть качество жизни очень сильно отличается. Поэтому каждый выбирает в приоритете то, что хочет. Если у человека в приоритете здоровье, он найдет возможность перейти, допустим, на сыроедение или на что-то еще более приемлемое. Ну, так далее. Если у человека в приоритете наслаждение, ну, то вопрос о здоровье остается открытым. От сыроедения, конечно, можно наслаждаться. Сырые продукты, они очень вкусные, тяжел только этап перехода. То есть когда мы вырастаем на вареных продуктах, мы привыкаем к этому вкусу. Если переходить на сырые продукты, то на первоначальном этапе это наслаждение не особо приносит. Но со временем, когда человек уже перешел на сырые продукты, то это, естественно, приносит наслаждение. Очень вкусно кушать там яблоки, апельсины, ну, кто где живет, или ту же бруснику, или ту же капусту. Это тоже все, конечно, очень вкусно и приносит огромное наслаждение. Но когда уже этап перехода прошел. Что касается других составляющих здоровья, это чувства и эмоции. И очень хочется на этом остановиться, потому что решите для себя, хотите ли вы жить долго и счастливо, и быть здоровыми. Если да, то тогда зачем разрушать себя негативными эмоциями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...